Династия Бондарчуков, которой принадлежит Константин, одна из самых авторитетных в кинематографическом мире, и он, обладая и другими талантами, тоже решил связать свою биографию с кино. Его карьера развивается вполне успешно, с личной жизнью у Крюкова сейчас тоже все в порядке, ведь рядом с ним любящий и понимающий человек. Со своей первой женой актер познакомился в ранней юности, 18-летний Константин увидел Евгению в одном из кафе и знакомство быстро переросло в романтические отношения. Его возлюбленная оказалась дочерью одного из владельцев холдинга «Русский уголь» Вадима Варшавского, чье состояние в те годы оценивалось более чем в 20 миллиардов долларов. Такая мощь и ничего лишнего, ни одной линии. Оружие – это самое красивое, что человечество создало за всю свою историю. Но что для него значило оказаться на съемочной площадке с известными актерами? Чувствовал ли он неловкость за то, что у него нет актерского образования, за то режиссер картины его родной дяди? На этих съемках Крюкова навещала его будущая первая жена. Роман Константина и Евгении длился пять лет, и Крюкову, который не собирался рано связывать свою личную жизнь узами брака, пришлось жениться, потому что стало известно, что его девушка ждет ребенка. Первый и единственный на сегодняшний день из детей Константина Крюкова, дочь, которую родители назвали в честь прабабушки Константина Юлии, появилась на свет в 2007 году, а спустя полтора года пара Крюкова и Варшавской распалась. Поскольку личная жизнь Константина Крюкова всегда оставалась закрытой для прессы, невозможно точно сказать, почему семья распалась. По одной из версий жене не нравилось, что ее супруг пропадает на светских вечеринках, где его нередко замечали в компании симпатичных девушек. После развода Константин и Евгения смогли остаться в нормальных отношениях и продолжают вместе воспитывать дочь Юлю. Иногда они даже выезжают вместе на отдых, несмотря на то, что Костя уже успел жениться во второй раз. Вторая жена Константина Крюкова по образованию юрист, а познакомились они, когда Алина Алексеева пришла устраиваться к Косте пиар-менеджерам. Это произошло в 2009 году, а спустя четыре года они расписались и обвенчались. Первая жена актера тоже смогла устроить свою личную жизнь, Евгения стала супругой бизнесмена, который некогда имел общие дела с ее отцом, и теперь у нее уже двое детей, у дочери Константина Крюкова появился брат Георгий. После появления в личной жизни Константина Крюкова Алины, он значительно реже стал участником всевозможных светских мероприятий и вечеринок, тихая семейная жизнь стала для него более привлекательной. Правда, когда их роман только начинался, между Константином и Алиной нередко вспыхивали ссоры, но спустя какое-то время притирка характеров завершилась, и теперь в их семье конфликты возникают крайне редко. Крюков готов пойти на компромисс и уступить, чтобы лишний раз не спорить с супругой. Они много путешествуют, при этом страну, куда отправиться в следующий раз, всегда выбирает Алина. Вторая жена артиста поладила с его дочерью, Юлия часто приезжает к ним в гости. Вместе с ней Константин принимал участие в озвучивании мультфильма «Самолеты». Пока кроме Юлии детей Константина Крюкова нет, но, возможно, в счастливой семье артиста в будущем появится пополнение. Константин принадлежит известнейшей кинематографической фамилии, и только его отец, Виталий Дмитриевич Крюков, философ, предприниматель, гемолог, не имел никакого отношения к кино. Дедушка Кости, талантливейший актер и режиссер Сергей Бондарчук не хотел, чтобы внук продолжал династию, но после первой же роли в кино стало понятно, что Константину наследовал артистический талант. Константин родился в Москве в феврале 85-го года, но детские годы его биографии прошли в Швейцарии, куда родители переехали, когда сыну исполнилось пять лет. Там Костя пошел в детский сад, потом год проучился в англоязычной частной школе, а затем его перевели в государственную. В Цюрихе он поступил еще и в художественную школу, любовь к живописи Кости привил знаменитый дедушка, который и сам очень любил писать картины. Живопись навсегда осталась неотъемлемой частью интересов Крюкова, но свои картины он не представляет публике. Позже родители вернулись на родину, Кости стал учеником школы при немецком посольстве, и окончив ее экстерном, поступил в московский филиал американского института гемологи. Сделал он это по совету отца, мнение которого всегда было очень важно для Константина. Сейчас отец Константина живет и работает за границей, он бизнесмен и занимается ювелирным делом. Окончив отделение американского института гемологии в 16 лет, Крюков решил продолжить образование, но уже в юридической академии. Вместе с тем Крюков освоил еще и ювелирное дело, окончив курсы дизайна ювелирных украшений, а его первым произведением стало «Кольцо для мамы». Он до сих пор занимается изготовлением украшений, дизайн которых придумывает сам. Кинематографическая биография Константина началась, когда ему было 18, снявшись в фильме своего дяди Федора Бондарчука «Девятая рота», он освоил новую для себя профессию, и сейчас не жалеет об этом. С первой же роли зрители отметили игру начинающего актера, и с каждым новым проектом он становился все популярнее. Свою первую главную роль Константин получил в фильме «Сокровище», затем были дочки матери, звезда империи. Сейчас Крюков продолжает сниматься, не забывая при этом и о других своих профессиях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Впереди вас ждет много интересного.